Привет, бои, скауты! С вами Кьюбейт. Мы продолжаем наш ежедневный марафон, это четвертое видео из семи, и сегодня мы будем распаковывать коробки, в том числе по Мстителям Война Бесконечности. На деле это две коробки луткрейт. Одна стандартная, просто черная луткрейт, она очень легкая, наверное, как всегда будет что-то среднее. И здесь у нас Marvel Gears and Goods, как раз таки она по Мстителям Война Бесконечности должна быть. Это июньская коробка, сегодня последний день июня, поэтому очень даже вовремя. Если вам нравятся распаковки, поддерживайте лайком, мне будет приятно. Начинаем! Это, по-моему, да, майская коробка, она у меня уже лежит довольно давно, и здесь есть кое-что даже по Дэдпулу 2. Ну так как в мае он выходил, почему бы и нет? Но внутри она совсем не похожа на что-то, что связано будет с Marvel, потому что здесь обертка Archer. Это такой взрослый мультсериал. Первое, что в этой коробке есть, это бумажник. Я не то чтобы особо признаю такие бумажники, такие текстильные, типа тканевые, но потому что, мне кажется, они, не знаю, в общем, они мне не особо нравятся. У меня есть уже несколько лет бумажник из криминального чтива, вот такой. Я его ношу, я, в общем-то, рад, он, правда, уже потрепанный. Может быть, я этим заменю, хотя я даже не знаю по какой-то франшизе. Было бы, наверное, странно. Выглядит он вот так, здесь маленький банан. На самом деле довольно мило, он синий банан, который убегает от чего-то. На липучке. Здесь есть даже карточка Loot Crate, оранжевая. Это по сериалу, или, скорее всего, мультсериалу Arrested Development. Окей, теперь я понял, что это такое, это сериал, все-таки не мультсериал. Он как раз-таки есть, этот бананчик смешно есть на форме у ребят. По-моему, забавно. В целом, неплохой, на самом деле, бумажник на липучке, здесь много карманов. Так что носить, наверное, можно. Не переживайте, мы быстренько распакуем эту коробку и перейдем к Мстителям Война Бесконечности, ради которых вы и пришли. Следующая фигурка, это по Арчеру. Какая-то классическая экшн-фигурка. Просто фигурка. Окей, это действительно самая, что ни на есть, классическая статуэтка на подставке, на которой написано Арчер. Сам главный герой Арчер Стерлинг. Плюс на пиве можно даже разглядеть некоторые надписи, и там написано Стерлинг. И он такой, типа, в позе, минуточку, сейчас я допью свое пиво и приду к вам. По-моему, выглядит неплохо, нужно будет, наверное, заценить. Следующее, что есть в этой коробке, это постер Дэдпула 2. Выглядит немного странно, он слегка вот здесь помялся, был такой слегка скрученный. И он маленький. Это больше похоже на флайер, который раздают в кинотеатрах, понятно, он чуть побольше. Но для коробки это странно. Хотя коробки от Лут Крейд, вот эти стандартные, стоят 20 долларов, по-моему. Это не так уж и дорого, но в целом, ну так, немного странно. В общем-то, и он... Это просто постер. Следующее, что есть в этой коробке, 14+, по карателю от Netflix. Это стикер, насколько я понимаю, но стикер необычный, он без каких-либо окантовок. То есть вы можете присобачить его на лобовое стекло вашего автомобиля или не вашего. Не делайте так. На ноутбук, на телефон, хотя вряд ли у кого-то есть такой огромный телефон. Куда-нибудь, где, наверное, будет видно этот логотип. Наверное, лучше на какой-то черный, может быть, темно-синий фон. Он будет чисто белый и даже немного потерто. Это прикольно. Если бы он еще светился в темноте, цены бы ему не было. Пока я не знаю, куда его можно прикрепить. Скорее всего, это эксклюзивная штука для коробки Loot Crate. Короче, выглядит здорово. Когда-нибудь вы где-нибудь его увидите. Возможно, даже на свою PlayStation 4 можно налепить. Будет, наверное, неплохо. Следующая в этой коробке, это по-настоящему мацкат. По крайней мере, я очень рад этой вещи. Это пин или брошка по-большому либовски. Прям смотрится офигенно. Я очень хотел давно себе что-нибудь по-большому либовски. Офигенный фильм. Если вы не смотрели, обязательно зацените. Металлический пин, слегка объемный. Сзади одна застежка. Крепкий, в общем-то, как и всегда. Ебой. Это реально круто. И последняя вещь, ради чего, наверное, стоило покупать эту коробку. Но еще мне понравился стикер карателя. Это футболка по Дэдпулу 2. На самом деле, она не по Дэдпулу 2. Это больше комиксный Дэдпул, который кричит Пикабу. В смысле, не тот Пикабу. И он выпрыгивает из Тако, где написано Тако Сюрпрайз. Ну, на самом деле, футболка очень клевая. Красная. У меня уже давно не попадалось где-то красных футболок. Обычно или серая, или черная, или белая. Это уже наскучивает. М-размера, по идее, должна быть все как раз. Давайте примерим. Та-дам! Хотя, наверное, не стоило бы щелкать в обзорах, где присутствуют Мстители Война Бесконечности. Что касаемо футболки, наконец-то в коробке Лут Крейт. Вот именно в такой стандартной попалась нормальная футболка. Она отличная по размеру. Она нигде не короткая. Вот она прям то, что нужно. По крайней мере, для меня. Очень удобная, хороший принт. Ну, там всегда все качественно в этом плане. То есть, и ткань, все хорошее. Вот кроме размеров. Они бывают с ними ошибаются. И потом футболки, они как топики. Это странно. С этой коробкой мы покончили. Вот так она выглядит. Ее можно пересобрать. И будет голубая коробка с Арчером. Что, конечно, будет круче. Теперь можем переходить к Мстителям Войны Бесконечности. Во-первых, эта коробка слегка нестандартного размера. Она чуть выше, чем обычная. Это обусловлено, опять же, предметами, которые находятся внутри. Посмотрите на этот дизайн. Ну, это прекрасно. На самом деле, очень ярко, простенько, минималистично. Но в целом, мне очень нравится. Кстати, что касаемо Marvel Collector Corps. Вы наверняка за ними соскучились. И, может быть, некоторые упустили нить, куда эти коробки пропали. Это не я их не заказываю. Просто Marvel Collector Corps в какой-то момент закрылись. Но теперь они открываются. Вот уже можно предзаказать, заказать новую их коробку. Они будут теперь сотрудничать с Амазоном. Коробки стоят чуть дороже. Я надеюсь, что качество улучшится. Вещи теперь будут вообще мега крутыми. Ну, я надеюсь, что или останется на том же уровне, или станет лучше. Коробка теперь будет под Эдпулу 2. Первая. В новом дизайне они теперь будут не такие картонные, а, видимо, покрашенные. Что немного теряет вот тот старый шарм, наверное. Но я уже предзаказал. Будем смотреть, когда она до меня дойдет. Первое, что есть в этой коробке, это кружка по Войне Бесконечности. Кружка в виде перчатки Бесконечности. И это просто в щепке уделывает последнюю Marvel Collector Corps коробку. Я напомню вообще, вот там вот есть Танос на корабле. Он из той коробки. Вот здесь он стоит. Там попадалась еще кружка. Я сейчас ее покажу. И она просто ни во что не годится. То есть вы просто посмотрите на эту коробку. Напомню, та коробка была по Мстителям Войны Бесконечности. От Marvel официальная рассылка. Плюс, ну это тоже отчасти. Последняя коробка, финальная. Можно было забабахать прям такой салют. Здесь же сделали лучше. И постарались в плане креатива. Ну она выглядит реально круче. Вы представляете, у вас перчатка будет воткнутая в стол. Стоять и вы будете пить из нее какао, чай, молоко. Вообще все что угодно. Ну и я так понимаю, она даже больше, чем стандартная кружка. Что опять же приятно. Все любят большие кружки. Расположение камней такое же, как в фильме. Покрашено, честно говоря, прям ущербное. Ну потому что краска расплывшаяся и так далее. Но сам креатив, она знаете, выглядит как какая-то старая такая кружка викингов. Ну и конечно стоит отметить, что она огромная. Она действительно большая. Она сильно отличается от стандартной кружки. Я не знаю сколько здесь. 350 наверное миллилитров здесь написано. Но сделали ее круче, чем Marvel Collector Corp. Сделали последнюю коробку. Из этого у меня, ну так чуть-чуть совсем бомбит. Потому что хотелось бы в той коробке чего-то большего увидеть что ли. В общем вы поняли, какая-то крутая кружка. Я уже ее нахвалил. Идем дальше. Следующее, что есть в этой коробке. С этим нужно быть бережнее. Потому что это стеклянные подставки под кружку, насколько я понимаю. И они здесь еще необычные. Так как на каждой из подставок разные принты. Если вы собираете их вместе, то получаете цельную такую единую картинку. Это тоже прикольно. Правда я не уверен, что это очень безопасно. Стеклянные подставки. У меня даже сейчас зубы сводят от того, что я представляю, как я... Оу. Ставлю кружку на стеклянную подставку и на елозится. Ооо. Я ненавижу этот звук. Давайте разбираться с каждой подставкой. На первой у нас Тор, Черная Вдова. Да, они выглядят немного не похожи на себя, что было в фильмах. Так как это такие принты. Тор, Черная Вдова, Кэп, Халк, Железный Человек и Вижн на одной подставке. На следующей Гру, Дракс, Страж... Ну в общем Страж Галактики, вы поняли. Ну и последнее, больше всего подходит под мою новую кружку. Здесь Танос с перчаткой. Следующее, что идет в этой коробке, это деревянный щит по гражданской войне. Не знаю, почему так. Здесь у нас сам Кэп из гражданской войны. Но очевидно, что в Войне Бесконечности у него не было классического щита. Были только такие, ну, маленькие щитки, можно их так назвать. От этой же компании, по-моему, это эта же компания, они сделали еще и перчатку бесконечности. Жаль, что ее сюда не положили. Она прям действительно большая, классная. Может быть, я ее куплю, соберем. Я уже показывал в одной из коробок Loot Crate вот такого R2-D2. Вы сейчас видите его на экране. И у них много еще всего есть по разным франшизам. Гарри Поттер, Фантастические твари, по Диснею много всего, по Зверополису. Ассасин Скрит, Дисней, Стар Ворс. Все подряд. Но отдельную благодарность хочу высказать им за такие книжечки, которые они кладут в комплекте. Это не инструкция. Это просто книжка, в которой есть такой Ultimate Guide по вселенной вообще Марвел и так далее. Ну, то есть по вселенной. Это клево. Здесь можно почитать полезную информацию про Читаури, про Первых Мностителей. Ну, там, где появлялся Кэп. Это действительно клево. А вот сама инструкция довольно маленькая, так что давайте это все соберем. Красить прямо сейчас я это не буду, а вот собрать соберу. Переходим к следующему предмету. Это пин. Он огромный. Он, к сожалению, с одним креплением. Здесь, к сожалению, потому что сам пин огромный. Действительно большой. Он в два раза больше, чем по-большому Лебовски, которого я сегодня показывал. Это такое себе. Разумеется, эксклюзивный пин. Здесь у нас есть надпись. Вообще, он выполнен в виде лица Черной Пантеры. Today we don't fight for one life. We fight for all of them. В общем, это цитата, опять же, из Войны Бесконечности. Пин действительно клевый. Знаете, он ощущается даже как какой-то каменный. Типа, как сувенирные есть такие брошки каменные. Вот что-то такое. Если что, он полностью металлический. Вот здесь сделали абсолютно верно. Во-первых, это картонка. Выглядит абсолютно так же, как вот этот флайер по Дэдпулу 2, который я сегодня только что показывал. Здесь у нас, ну, типа, постер к Войне Бесконечности. Многие говорили, что это неофициально. Как видите, это все официальное. И сзади у нас как раз-таки все содержимое коробки. Но я не показал еще футболку. Это черная футболка. Но здесь даже глупо было бы возмущаться. Потому что сзади, посмотрите, есть логотип перчатки Бесконечности. Это же клево. Сзади даже что-то добавили. Большое спасибо. И здесь у нас некоторые из персонажей представлены. И сделано это в формате Стражей Галактики. Так что прям действительно года. Ну, мне напоминает, по крайней мере, Стражей. Здесь у нас Черная Пантера, Тор, Железный Человек, Халк, Черная Вдова, Вижн и Капитан Америка. И написано, it's all been leading to this. По-моему, офигенная футболка. Опять же, М-размер. Я надеюсь, что она будет точно такая же, как и Дэдпул. Чтобы ее можно было комфортно носить. Гоу, примерять. Да, футболка абсолютно такая же по размеру. Принт такого же качества. То есть, ну, все-таки это делает, скорее всего, одна и та же фирма. Так что, ничем не отличается. Сзади есть перчатка Бесконечности. Здесь классный принт. Мне очень нравится. Вот, действительно, этой футболкой тоже доволен, как и Дэдпулом. Так что, вообще, по коробкам сегодня удалось, на мой взгляд. Одна кружка чего стоит. Вообще прекрасно. Теперь можно пить чай и ни о чем не беспокоиться. Если вдруг вам этот ролик понравился, вы можете подержать его пальцем вверх. Конечно же, жмите. Зря я щелкнул, но жмите подписываться. Ставьте колокольчик, чтобы новые ролики не пропускать. Напомню, что сейчас идет марафон, где я делаю ролики каждый день в течение недели. Это четвертый ролик из семи, как я и говорил в начале. Большое спасибо, что посмотрели. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может быть, у вас есть какие-то наметки. И что еще можно заказать. Что есть покруче. Может быть, какие-то фигурки. В общем, пишите, что вы думаете. Будет интересно почитать. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok